Детский класс. Морфология растений. Ну что можно сказать, что разброс баллов был достаточно большой от 0,5 до 20 баллов. То есть кто-то набрал даже максимальное число баллов. Такие есть, ребята. Ну, конкретно по заданию. Первое задание это было описать жизненную форму растения. Тут очень краткими описаниями ограничились и в основном писали травянистые, например, растения или там кустарные, например. Ну, это достаточно кратко, но в принципе можно было зачитать как правильный ответ. Но некоторые попытались сблеснуть ерудиц и написать еще жизненную форму по рункиеру. И получилось, например, травянистый фонерофит. Явно, что фонерофит слышал звон человек, кто не знает, где он. И травянистый фонерофит это, конечно, очень сочетание такое интересное получалось. Так что лучше было ограничиться, конечно, русским названием, если вы не до конца знаете вот такие термины. Они более сложные. За жизненную форму мы давали 1 балл. Соответственно, даже если написан травянистый фонерофит, вот это, конечно, в корне неправильно. Вот мы иногда 0,5 баллов тоже ставим за первую часть. Что это трава, да? Второе задание – это подземные органы. Здесь многие ограничились тем, что написали корни. Конечно, нам хотелось бы от вас увидеть более подробное описание. Например, стержневая корневая система или мочковатая. Есть ли корневище, длинное оно или короткое и так далее. То есть, конечно, этот пункт получился неразвернутый в большей части. Третий пункт. Да, за подземные органы тоже за правильный ответ давался 1 балл. Третий пункт – это побеги. Тут сложности возникли, видимо, потому что не все школьники поняли, что же хотят от них увидеть, услышать. Потому что побеги нужно было классифицировать по трем пунктам. По функциям, по структуре и по положению в пространстве. Вот надо сказать, что сложность возникла с тем, чтобы понять, что такое функция, видимо, что такое структура в отношении побега. Ну, положение более-менее понимали, да? Там горизонтальные, например, и вертикальные побеги. Ну, там кто-то писал подземные или надземные. С функцией гораздо все хуже обстояло дело. Хотя тут можно было написать, что, например, есть вегетативные побеги, есть генеративные побеги. Можно было написать про столоны. У некоторых растений столоны были действительно видны. Ну и так далее. Можно было написать фотосинтезирующие побеги, там, соответственно, бесклорофильные, если таковые были. Но по структуре, конечно, можно было написать побег розеточный, полурозеточный или удлиненный. Этого, по-моему, не написал никто. Или единица. То есть по структуре писали все, что угодно, кроме таких вот простых, достаточно четких понятий. За побег давалось полтора балла. По 0,5 баллов за вот каждый из этих подпунктов. Четвертый. Это стебель. Стебель нужно было охарактеризовать по форме и написать опушен стебель или не опушен. С окушением справились все. Написали опушен стебель или не опушен. А с формой очень мало человек справились. Кто-то написал, что побег плоский, стебель плоский, потому что гербарный образец. Но тут можно было посмотреть под пинокуляром, посмотреть в ристы он, там, есть ли какие-нибудь выступы, да, или он гладкий и так далее. То есть можно было приложить какие-то усилия, чтобы описать фон. Правильно. Дальше. За стебель мы давали 1 балл. Соответственно, если просто опушен, не опушен описали, то это 0,5 баллов. Пятый пункт. Это лист расположения. Тут практически все справились правильно с этим заданием, кроме единственного, наверное, такого момента, что были растения с розеточным лист расположениям. Розетка – это, в принципе, листья, располагаются очередно, но очень сближенно. Многие в этом, при таком лист расположении, писали, что это мутопчатый лист расположения, да, что это не розетка, а мутопчатый. Но это не совсем правильно. В принципе, при таком случае лист расположения Они все-таки очередные, но листья собраны могут быть в розетку. Седьмой пункт – это тип соцветия, за который давался тоже один балл. Восьмой пункт – это характеристика цветка. С характеристикой цветка практически никто не справился, за редким исключением, так как, видимо, не помнишь, что же сюда писать. Но тут вполне можно было написать обоеполый цветок, там мужской или женский. Описать, имеется ли двойной или простой облацветник. Написать членность каждого круга. Написать можно было вполне цвет. Цвет и насекомое опыляемое растение, энтомофильное или, соответственно, ветром. Девятый пункт – это формула цветка. Ну, если человек знает, как формулу писать, значит, он справился с заданием. Но иногда, конечно, части неправильно были посчитаны. Тут была вариация в оценке этого задания. И, соответственно, максимум баллов – это 3 балла за формулу цветка. Ну, и, соответственно, были разные градации, соответственно, и с тем, насколько правильно вы эту формулу составили. Десятый пункт – это диаграмма цветка. Диаграмма цветка была некоторыми нарисована, но, соответственно, не как диаграмма. А диаграмма – это символьное изображение цветка, это проекция цветка на плоскость. И обозначение различных частей определенными значками. Многие нарисовали просто внешний вид цветка. Как им видится, так они его нарисовали. Это, конечно, диаграмма, и поэтому баллы за такое изображение не ставились. Но всего за диаграмму цветка можно было получить максимум 3 балла. Одиннадцатый пункт – это семейство, род и вид данного растения. За одиннадцатый пункт ставилось 1,5 балла максимум. Если определяли правильно семейство, то, соответственно, полбалла. Если правильно семейство и род, то 1 балла. Если правильно семейство, род и вид, то все 1,5 балла. Если что-то 1 правильное, то это полбалла. Если 2 правильное, то это 1. И двенадцатый пункт – это ход определения исследуемого объекта. Но здесь, конечно, были проблемы. Может быть, связанные с тем, что времени не хватило на определение. Но честно пытались. Честно пытались идти по ключу определительно. И вот этот пункт, за который ставилось максимум 3 балла, он был таким вот неоднозначным для нас. Потому что были ребята, которые честно шли по пунктам, дошли до семейства, рода и вида, но совершенно далекие от того, что было перед вами. Некоторые, может быть, знали, какое растение или хотя бы семейство, поэтому они как-то шли своеобразно по ключу, но правильно писали семейство. И поэтому за 12 пункт мы, в общем-то, ставили баллы вот именно по тому, как человек шел. Вот если он дошел по ключу до какого-то семейства, какого-то рода и вида, то мы добавляли баллы. Пусть даже если было неправильное определение. Главное, что человек справился с заданием. То есть он очень честно шел по ключу. А если люди, в общем-то, как-то неудобно вразумительно на этот кухню написали, то, как правило, это либо мало баллов, либо ноль баллов. Ну, собственно, вот, наверное, и все. Спасибо. Конкретные вопросы у людей посредством с работы есть. Да? Пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...